Апрель 2013 года. Космодром Байконур. Через несколько минут стартует разработанная в Самаре ракета «Союз-2.1В». На борту оборудование для изучения живых организмов в условиях космического полета и даже один АЭСТ. Малый космический аппарат разработан учеными студентами Самарского государственного аэрокосмического университета. АЭСТ отправится на орбиту, чтобы помочь специалистам предсказывать стихийные бедствия и экологические катастрофы, а также следить за состоянием нефти и газопроводов изучать магнитное поле Земли. Запуск первого АЭСТа прошел успешно. Сегодня в оклоземном пространстве работают уже два таких космических аппарата. Это позволило Самарскому аэрокосмическому университету стать одним из немногих вузов мира, обладающих собственной орбитальной группировкой. Также в СГАУ создан комплекс приема и обработки данных, поступающих из космоса. Первый спутник Куаи с ГАУ был запущен в 1989 году. И в период трех лет, до 1992 года, было запущено шесть сферических спутников. И вот оттуда и пошло вот это движение, которое сейчас приобрело самые различные варианты. В нашем университете реально студенты делают приборы и спутники, которые запускаются, которые работают в космосе. Мы хотим добиться, чтобы каждый студент наш, а выпускная работа каждого студента завершалась не написанием пояснительной записке дипломного проекта или магистерской диссертации. А он должен сделать наноспутник. Сегодня в лабораториях университета проектируют сразу три спутника с популярной приставкой «нано». Первый из них — аппарат Самсад-218, отправится в космос с нового российского космодрома «Восточный» уже в 2015 году. Его миссия — тестирование новых технологий, разработанных в Самарском аэрокосмическом университете. Уже в 2016 году специалисты СГАУ планируют запустить в космос второй университетский наноспутник. Он создается в рамках международной программы мониторинга геофизических полей Земли, предложенной Бельгийским институтом фонд Кармана. Это крупный международный проект, который предполагает создание группировки из 50 наноспутников, совместно решающих глобальную фундаментальную проблему изучения термосферы Земли. Среди десятков наноспутников окажется и российский, сконструированный на кафедре космических исследований Самарского аэрокосмического университета — единственного отечественного вуза, участвующего в проекте. Для местных специалистов это возможность еще раз проверить собственные наработки в деле перед запуском в космос третьего спутника, который планируют собрать исключительно из отечественных компонентов. А вот в 2017 году мы хотим уже сделать свой, полностью свой наноспутник. И наноспутник, который бы позволял получать фотографии земной поверхности. То есть мы как бы делаем шаг, сейчас это модно говорить, импортозамещения. Сейчас на кафедре космических исследований из ГАУ разработана целая программа развития наноспутниковых технологий. Аппараты, созданные руками студентов, будут запускаться на орбиту ежегодно. Одновременно с этим на кафедре продолжится работа над проектом создания блока маневрирования для наноспутников. А также отрабатывается оригинальная технология их отделения при попутном запуске. А это значит, что у российской космической отрасли есть все шансы сохранить мировое лидерство, постоянно обогащая человечество новыми открытиями.